Похлопоти, у кого бывало такое, что нужно куда-то лететь срочно, ну а вот какое-то предчувствие нехорошее, как будто что-то случится. Бывало? Было такое? У меня просто сегодня недавно случилась такая ситуация. Да, нужно было лететь, я звоню маме, говорю, мам, ну какое-то прям предчувствие, что-то не хочу. Она говорит, так к гадалке не ходить, в Россию летишь. Ещё билеты стоили, знаете, сколько? Две тысячи евро, прикиньте, две тысячи евро. Я говорю, мам, может, узнаем, может, как-то можно поменять? И мама позвонила, действительно, можно поменять на другой термин за 700 евро. И она говорит, Женя, вы со своим чутьём, знаете, в жопу идите, лети нормально, спокойно. Я подумала, а вот хоть бы мы тебе назло разбились. И вообще наступает день отлёта, я сажусь в самолёт, такая счастливая, рядом со мной на соседнее кресло, знаете, кто падает? Мой бывший. Ну, за две тысячи евро мой бывший летел рядом со мной. Ну, вы не в аху, потому что я очень. И да, он сразу узнал меня, начнёт что-то выпендриваться, заказывать, изменяю всё самое дорогое. Потом вспомнил, что я больше его не содержу, да, пришлось отказаться. Я подумала, ну, две тысячи евро. За две тысячи евро, ну, они посадили его рядом. Там просто через пару дней был рейс за 500. Я думаю, а за 500 вы бы что меня на коленке посадили? Ну, разрешили бы курить в лицо? Ну, просто я до сих пор в шоке. Мне кажется, что за рейс из Европы в Москву дороже меня только Навальный заплатил. Я вообще боюсь летать, но в этот раз думала, ну, если разобьёмся, то пусть. Лишь бы всё-таки он первый умер. А он, знаете, такой человек, ему не привыкать что-то раньше меня заканчивать. Я узнала, что, оказывается, ну, вот за год, что мы расстались с ним, он, оказывается, нашёл себе девушку, сделал ей предложение, они купили квартиру, машину. И это всё, представляете, назло мне. Ну, потому что, ну, невозможно, не назло, так хорошо начать жить, я вам честно говорю. Ну, человек отращивал ногти на ногах, чтобы вот так было удобнее чесаться. И я сидела у окна, и в какой-то момент захотела в туалет, думаю, а я, наверное, не буду проситься у него, ну, чтобы не позориться. А потом думаю, блин, ну, у него за год произошло всё вот это классное, у меня ничего из этого, я ещё и обоссусь при нём. И потом мне пришла мысль, что, ну, вообще-то классно, потому что я всё равно немножечко, но впереди него, потому что он летел в одежде ещё, которую мы совместно с ним покупали, а в разные периоды времени мой кот обоссал абсолютно всю его одежду, я ему об этом не рассказывала. Ну, а что странно, улетел в кроссовках, которые он точно знал, что они обоссаны, потому что он видел, как они были обоссаны. Но вы тоже меня поймите, он меня когда бросал, я не могла их не обоссать. И мы с ним долго встречались, но расстались по очень банальной причине. Бытовуха, просто я, знаете, в бытовом плане очень неприятный человек, это правда. Я люблю, чтобы дома была идеальная чистота, вот такая прям кипельная, а он повсюду разбрасывался из грязных шлюх. И мы были помолвлены, и после помолвки, когда мы расстались, он отобрал у меня кольцо, выложил его в Инстаграм с подписью «Продам кольцо Тиффани, причина продажи, не подошёл человек». И в комментариях размер, цена и откуда забирать. Это про меня спрашивали, понятно? Сейчас будет такой вопрос, только к мужчинам. Мужчины, поаплодируйте, кто считает, что самое главное в женщине — это большая грудь? Конечно нет. Зай, я тебя люблю за внутренний мир, конечно. Я просто смотрю, у меня есть друзья, много друзей-парней, у которых девчонки с большими сиськами, но они же как будто тачку себе новую с салона взяли, да? Он что-то ходит, с неё пылинки сдувает, называет «моя ласточка». Ну, девчонка с маленькими сиськами — это чисто б.у. тачка. Точно, да, её и бить не жалко. На первое время её себе взял, да? Бросает её всё время, как попало. Два раза пацанам давал на дачу съездить. У меня есть классный период в жизни, я часто хожу на свидания. Мне очень нравится, мне очень нравится, как ухаживают парни. Но иногда немножко перебарщивают. Я недавно была на первом свидании с парнем, который мне прямо на первом свидании дал ключи от квартиры. Я думаю, ты что, придурочный? Ну, ты думаешь, я её без ключей не обнесу? Он мне ещё и дал из такой формулировки, типа «я знаю, что вам русским бабам надо». А я не знаю, что русским бабам надо. Я слышала какие-то истории про скачущих коней, там, горящие избы. Ты что, жеребец, хочешь, чтобы я тебе хату спалила? Я вообще, я честно, я не понимаю, ну, почему он решил, что мне нужна квартира? Ну, окей, мы встретились на главном вокзале, да? Но я при этом не просила, я не просила ни денег, ни приютить. Я просила просто покормить. Ну, на самом деле, нет, я просто, ну, перепугалась. Ну, а вдруг я зайду к нему в квартиру, представляете? А там вот вся квартира, чистая комната из 50 оттенков серого. Ну, всё вот в дилда, да, в членах. И я такая, блин, зачем я со своими тащилась? В метро с этими хуями, да, как дура. Или ещё хуже, я зайду в квартиру, там темно, и только вот в ванной, тусклый свет и звуки воды. Я зайду, так шторочку отодвину, а там жена. И она такая, ба-а-а, теперь ты голешь. Я такая, в смысле, она такая, ну, теперь ты жена, я шлюха. И мне было очень обидно, что он так швырнул мне эти ключи, но потому что он даже не постарался. Ну, знаете, он вот так по-женски не узнал, какой цвет бумаги обёрточной мне нравится, да. Или не знаю, он не потратил время, он не пошёл в магазин, да, Прада, не выбрал мне какую-нибудь сумочку, ну, не положил ключи туда, совершенно не послалил. Я вот тысячу раз говорила, дорог не подарок. Дорого, внимание. И сумка Прада, блядь, тоже дорого. Сейчас будет лайфхак для девчонок, девчонки, лайфхак, короче. Я вот у бывшего не просила подарки, он дарил мне всякую хуйню. А теперь прошу, и мне дарят подарки, вот прямо то, что я прошу. Представляете, мужчина, оказывается, так умеет. Это вообще супер. Просто вот меня бывший, он звал меня «Моя звёздочка», и всегда мне дарил подарки вот какие-то вот с этой символикой. У меня дома вот плед со звёздами, плюшевая звезда, карта звёздного неба. Но последний его подарок меня просто убил. Он мне подарил подвеску на шею со звездой Давида. Если пару лет назад вы бы зашли ко мне домой, вы бы подумали, здесь живёт не девушка 30-летняя, а еврей-звездочёт. Я, у меня много друзей-парней, я им всегда пытаюсь объяснить, что действительно, ведь дорог не подарок. Главное, ну как вы его преподносите, что вы в это вкладываете. У меня однажды знакомый так сильно хотел сделать мне приятное, что на день рождения прилетел из другой страны, с тортом таким шикарным, со сливками, со свечами. И когда я его задувала, у меня так ебалом туда. А торт был вафельный. Так, теперь тоже сейчас обращусь к мужчинам. Мужчины, а что у нас по комплиментам? Можно узнать? Просто я в последнее время замечаю, что мужчины делают такие странные комплименты, как будто нормальные комплименты стали платные. Другое дело парни. Парни делают суперкомплименты. Особенно те парни, которые трахаться хотят. Трахаться хотят, а денег хватает только на комплименты. Там... У меня просто недавно на полном серьезе парень. Он за мной ухаживает. Не просто так. Он мне сказал, Жек, у тебя такие широкие бедра, ты детьми выстреливать можешь. Чтобы что? Выиграть себе плюшевую панду в тире? Ну, что это за достижение такое выстреливать младенцами вообще? Я не хочу, чтобы на моих родах ранила акушера. Мне это не нужно. А что, если это правда? Мне где рожать? Мне же в больницу нельзя, я ее раскурочу. Я не хочу, чтобы у меня начались схватки. Меня выкатили на поле бейсбольное, да? А там вся команда уже готовая. И в конце поля, на всякий случай, сборная по квиддичу. Потому что он хуй знает, куда полетит. Чтобы после родов не принесли ребенка, сказали, Евгений, это вот ваш сын, пожалуйста, и сто очков в Гриффиндор. Очень сильно загналась после этого странного комплимента и начала читать про свою комплекцию, оказывается, с такими широкими бедрами. Уже на седьмом-восьмом месяце есть риск преждевременных родов. Представляете? Ну, я думаю, я, наверное, тогда на море в это время уже не поеду. Ну, мне бы не хотелось потопить подлодку. Вы ситуацию видели в мире? У меня российский паспорт. Мне это нахуй надо вообще? Загналась очень страшно из-за бедер. Умирать теперь боюсь. Ну, а потому что, а в чем меня хоряне? В матрешке? Я бы не хотела, чтобы через 200 лет археоноги нашли мою вот, ну, тазовую кость и такие, это еще что такое? Это что, бампер? Не знаю, иди поставь эту хоню к динозаврам. Так, еще у меня есть классная новость. Это очень приятно. Можете, не знаю, порадоваться вместе со мной. У меня подруга беременна. Ждем девчонку. Очень радостное событие. Единственное, но она меня сделала ответственной на родах. Знаете, что это такое? Поаплодируйте, кто знает. Не знаете? В общем, если что-то пойдет не так на родах, то принимать решение, чью жизнь спасать ее или ребенка, буду я, прикиньте. Страшно очень, да? Ну, я подумала, я говорю, Даша, а почему я? Она говорит, ну, потому что я точно знаю, что бороться за мою жизнь будешь только ты. Я говорю, почему это? Она говорит, ну, а ты единственная в компании, кто ненавидит новых баб. И тут, наверное, очень логичный вопрос, да? Почему отец ребенка в этом не участвует? А потому что как раз вот он новых баб любит. Я вообще не знаю, как она доверила мне такое решение, потому что мы, когда учились в университете, я эту подружку проиграла в покер. Я знала, что я не умею играть в покер, понимаете? Я думаю, сейчас этим типам из-за неверой позвоните, скажите, я делаю ему два его ставки. Ну, просто я вообще не знаю, я правда, я такой человек, я не умею вообще принимать решение. Я недавно в магазине 10 минут выбирала, какой йогурт взять, с клубникой или с малиной. Взяла банку пива. Представляете, ко мне выйдет акушер и скажет, ну что, чью жизнь спасаем, ну, младенца или мамы. Я скажу, можно две? Две банки пива, я на стрессе. У меня в компании пятеро девчонок, у одной из них уже есть ребенок. Ну, мы сейчас, знаете, играем вот в игру на самую лучшую тетю на свете, знаете? Там борьба такая. Мы так за этой девчонкой ухаживаем, там хачеб завидуются. У меня недавно был день рождения, и одна из моих подруг ей подарила на день рождения машинку, в которой прям по дороге можно ездить. Вторая подарила дом, который на дом крепится, на дерево крепится. Третья подарила такую, знаете, кровать для принцессы с балдахином. А я подарила конфетки. И все равно из тет, она больше всех любит меня. Ну, потому что вот такие шикарные подарки девчонки дарят только раз в год. А я конфетки каждый день. А они с коньяком еще. И мы недавно с ней были на детской площадке. Я подумала, блин, так классно. Там ребятишки все вместе играют. И чехи, и русские, и украинцы. И нам пора было уже домой. Я говорю, Мишель, собирай вещи, собирай игрушки. И она подходит ко мне с каким-то мальчиком и говорит, я хочу, чтобы вот это пошло с нами. Я говорю, Мишель, а кто тебе подарил эти имперские замашки? У тебя не было этого в виш-листе. Мы специально на день рождения не звали Путина. И, в общем, мы стоим как-то с подружками на улице, к нам подходит цыганка. Говорит, давайте я вам погадаю, у кого следующий из вас будет ребенок. Я говорю, мне абсолютно вообще срать. Можно мне, пожалуйста, первый? И, в общем, она погадала всем. Осталась последняя подружка. И она говорит, спасибо, мне не интересно. Мы такие, да давай, ну, блин, посмотрим. Ну, интересно же. Она говорит, нет, девочки, правда, мне вообще не любопытно. Мы такие, да найдем мы тебе мужика. Да воспитаем мы твоих детей, не переживай. И она такая, девочки, можете от меня, пожалуйста, отвалить? У меня матка вырезана. И я бы хотела обратиться ко всем людям, которые вот после 30 пристают к девчонкам с вопросами, типа, когда замуж, когда дети. Вы дальше меня будете заебывать, я и вам матки повырезаю. Понятно? У меня все, вы крутая публика. Спасибо. Спасибо.